Битва о льда и пламени. Не подумайте, что сейчас пойдет рассказ о популярном сериале «Игра престолов». Это разговор не о кино, это история про нас. Наша жизнь – это и борьба добра со злом, борьба нового со старым, живого с мертвым. Сейчас все эти события в Афганистане, взрывов под Таразом, в гнетущей обстановке страха перед завтрашним днем, в череде похорон в процессе от ковид, общество прозревает, понимая, что есть источник всех бед диктатура одного плана. Но она бы не состоялась и не укрепилась за эти годы, если бы не пассивность, апатия, не веря в свои силы. Мы жили как в тумане, как зомби и как ходоки со стеклянными глазами, замороженные и бесчувственные. Режим как труп. Рад заморозить себя и нас. Сохранять такое положение дел вечно, раздавая бесконечные обещания, врать и управлять безропотными и послушными. Этот лед, эту зиму. Это состояние оцепенения и страха уже разбивают горячие сердца гражданских активистов, пламенные речи политзаключенных и огонь справедливости, исходящий от правозащитников. Власти усиленно закатывают в асфальт оппозицию. Они боятся жизни, боятся ростков свободы, боятся будущего. Если бы было возможно остановить время, они бы его остановили. Их задача – остановить историю, остановить прогресс, вернуть всех нас в Средневековье, устроить общество покорности и рабства, построить большую тюрьму, а возможно и халифа. Но время не остановить, не оживить трупы, не заморозить политические режимы. Потому что у народа есть желание перемен и стремление к свободе. Пусть только самые смелые вышли на протесты, самые стойкие сидят в тюрьмах, самые кромогласно ограничены в социальных сетях, но ни бесконечные суды, ни незаконные приговоры, продажные прокуроры и некомпетентные следователи не сломают их духа, их волю, их желание вдохнуть огонь жизни и привести страну к победе над диктатурой. Они, гражданские активисты и политзаключенные, взяли на себя ответственность за всех нас. Они не молчат, они сопротивляются, и им нужна наша поддержка. Размораживайте и вы свои сердца. Не стоит жить в военобьезе и вечной мерзлоте равнодушия и пассивности. Вечный сон нас ждет в другом мире. Проснитесь и живите сейчас. Поддерживайте пламя добра, любви и счастья. У нас все получится, потому что вместе мы – сила. И вместе мы одержим победу над укоренившейся диктатурой Назарбаева. Алга, Казахстан! Некомотивисты! Некомотивисты! Некомотивисты!